Это разрешение Пичугина Алексея Владимировича оставить без изменений. Судебный седанец по данному закону. Президиум Верховного Суда не нашел основания отменять приговор по второму делу Алексея Пичугина, по которому в 2007 году он получил пожизненный срок лишения свободы. Сегодняшнее заседание стало возможным после того, как в июне этого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу на второй приговор по делу Пичугина, пришел к выводу, что были нарушены его права на справедливое судебное разбирательство и принцип презумпции невиновности. Самого Алексея Пичугина на сегодняшнем заседании не было. Его адвокат Ксения Костромина просила прекратить его уголовное дело и отпустить его на свободу, поскольку не видела смысла в пересмотре дела из-за давности события. Чисто технические вопросы, они возобновляют производство, и в ходе этого возобновленного производства принимают решение по делу. Вот они его приняли. Приговоры к ассоциационной определению остались в силе. Их не отменили. Мы не обращались с ходатайством в этот раз в Верховный суд о возобновлении производства. Верховный суд, председатель Верховного суда по своей инициативе обратился в президиум с представлением о возобновлении производства по делу. Позицию Алексея я изложила в судебном заседании и позицию его адвокатов. Это то, что провести справедливое судебное разбирательство по его делам через 18 лет после момента инкриминированных деяний практически невозможно. Единственное возможное законное решение – прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи. Я знаю такие дела, когда Европейский суд действительно обращался, отменяли, направляли суд в первую инстанцию и человека освобождали. Такие случаи были. Не много, но были на протяжении моей правозащитной деятельности. Но это слишком политическое дело. И, к сожалению, это ожидаемое решение. Вот это очередное решение президиум Верховного суда показывает, что мы уходим от сотрудничества с Европейским судом правого человека. Я знаю, что адвокаты, скорее всего, будут обращаться дальше, в кабинет министров. И мне кажется, что надо в России, может быть, более активно действовать по этому делу. Надежда остается. Конечно, больше, мне кажется, это зависит от какого-то политического давления Запада. Алексей Пичугин в 2005 и 2007 году суд признал виновным в организации нескольких убийств, включая убийство мэра Нефтьюганского Владимира Петухова. Сам Пичугин вину не признал. Несколько раз он подавал прошение о помиловании, но в них было отказано. Продолжение следует...